Друзья, давайте начинать. Я очень рада всех видеть традиционно на защите образовательных проектов. Давайте друг другу все похлопаем, чтобы сегодня был такой настрой. Супер. Много команд, не буду нарушать интригу. И, конечно же, все выставят последовательно. Следовательно, посмотрим, кто же у нас сегодня традиционно войдет в пятерку лучших. Ну а начну я, как всегда, с жюри, с тех людей, которые будут сегодня оценивать вас. И, конечно же, принимать в итоге решение, кто же у нас войдет в топ. Итак, поприветствуем. Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора. Александр Горный, директор по стратегию и анализу. Владимир Габрелян, вице-президент, технический директор. Антон Фетчин, руководитель проекта «Одноклассники». И у нас, конечно же, традиционно гости из вуза, наши партнеры проектов. С радостью приглашаю и приветствую Федотова Михаила Валентиновича. Пролетарского Андрея Викторовича. И сегодня у нас первый раз гости из Питера. Тоже с удовольствием поприветствуем эксцессон Владимир Михайлович. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня очень много команд, 15. И я с удовольствием приглашаю первую команду, которая представит проект, который просто необходим в учебе. Сейчас же мы узнаем, что такого особенного. Передаю слово. Всем привет. Меня зовут Иван Макеев. И я представляю проект «Скорочтец». Это онлайн-сервис для обучения скорочтению. И он решает одну простую проблему. Поднимите, пожалуйста, руку те из вас, кто считает, что он читает медленно. Именно вашу проблему решает наш сервис. Причем вы, как и я, думаю, замечали, почему читаете медленно. Вы замечали, что постоянно возвращаетесь к уже прочитанным абзацам, строкам и словам, что не можете сконцентрироваться и еще половину не помните после того, как прочитали. А также есть ряд скрытых причин, по которым это происходит. И от всего этого вам поможет избавиться наш сервис. Также для удобства пользователей была разработана адаптивная верстка. И это пример того, как сервис выглядит на компьютере. Одно из упражнений. Вот так же оно выглядит на планшете. И вот так оно выглядит на мобильном телефоне. Сервис разработан с использованием следующего стека технологий. Фронтенд полностью написан на React Redux. Бэкэнд писали на Django и Django Rays Framework. И в качестве баз данных использовался Postgres. В команде я занимался тем, что придумывал весь сервис и писал фронтенд. А Егор Комаров занимался разработкой бэкэнда. Прямо сейчас запущено тестирование на реальных пользователях. И я всех приглашаю присоединиться к нему. Ищите в телеграме канал ScratchTest тестирования прямо в поиске или проходите по этой ссылке. Ну или просто заходите на домен ScratchTest.ru. Также можете найти его в гугле или яндексе. По запросу ScratchTest это первая ссылка. И из последних новостей пару часов назад стало известно, что наш проект принят в акселератор для образовательных технологических проектов Ad2Tech. Все. Всем спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Реклама у лидеров мнений или попросту у блогеров на данный момент является одним из самых эффективных способов продвижения своего бизнеса. Однако существует два мира. Это мир бизнеса и мир блогеров, которые не могут говорить на одном языке, но при этом не могут друг без друга. Мы же в Монсмарт придумали, реализовали и уже выпустили в продакшн решение, которое облегчает данное взаимодействие. Востребованность нашего решения подтверждается сделкой, реальной сделкой с крупной транспортной компанией. Ранее они никогда не брали рекламу у блогеров, им это в новинку. Они не знают, кому писать, что делать, с чего начинать. Именно поэтому мы предложили им делегировать проблему нашему сервису и чем устранили их головную боль по данному вопросу. Наш же сервис генерирует рекламные кампании, основанные на различных показателях о рекламодателях, например категории. Рекламные кампании содержат несколько блогеров, что совершенно не так у наших конкурентов. Конкуренты предлагают рекламодателям искать каждого блогера по отдельности и договариваться с ним о взаимодействии, что категорически и даже критически неудобно и неэффективно при крупных рекламных кампаниях. Также одно из основных наших преимуществ заключается в следующем. Мы не ждем, пока нас найдут исполнители и заказчики, а берем все в свои руки и находим их первыми. Каждый день наш сервис выгружает из API, ВК и YouTube пользователей, анализирует их ссылки, приложенные к этим аккаунтам, и добавляет в базу. За последнюю неделю наша база данных пополнилась на 64 тысячи блогеров. На этой ноте предлагаю перейти к демонстрации продукта. Мы хотели бы показать процесс со стороны рекламодателя. После регистрации пользователь может создать проект, указав все необходимые, по его мнению, данные, прикрепить какие-либо файлы и документы. На созданный проект по введенной информации мы автоматически генерируем несколько компаний, которые отличаются набором блогеров и услуг, которые они предоставляют. Компании доступны нам для просмотра в специальном сервисе для администрирования. Мы можем изучать их, редактировать, добавлять, удалять блогеров и валидировать перед показом непосредственно пользователю. После принятия компании нами, она становится доступна для просмотра в интерфейсе у рекламодателя, он может принять ее. После чего всем блогерам, входящим в ее состав, рассылаются приглашения на почту. Также эти приглашения дублируются в интерфейсе на сайте. Перейдем к архитектуре нашего продукта. Мы развернули и настроили 7 серверов, на трех из которых находится наш продукт. Dev и Stable сервера только для нас, разработчиков. Production – полностью изолированная среда только для пользователей. Помимо этого мы развернули наш собственный гид, систему автоматического тестирования и развертывания приложений Jenkins, которая интегрирована с гидом. Также есть сервер для сложных вычислений, хранения бэкапов и дашбордов. Все это мы закрыли за нашим собственным VPN сервером. Однако в середине семестра IP-адрес нашего сервера попал в черный список Роскомнадзора, что добавило нам некоторых сложностей. Перед началом разработки мы подключили Яндекс.Коннект, куда входит сервис Яндекс.Трекер, что позволило нам более эффективно работать недельными спринтами, отслеживая задачи команды. Поговорим про технологии. Мы выбрали микросервисную архитектуру, что позволило нам в течение семестра попробовать множество различных вещей. Например, у нас есть отдельный сервис по генерации рекламных компаний, есть сервис по поиску блогеров, которые кладутся в специальную очередь. Эта же очередь обрабатывается совершенно другим сервисом, написанным на скала. Помимо этого есть сервисы для рассылок, сервис обработки платежей физических лиц, сервис, который объединяет Яндекс.Трекер, Гид и Дженкинс. Мы добавили систему логирования через Телеграм-ботов. Некоторые из сервисов объединены в докер-контейнеры. У нас есть две клиентских части. Клиентская часть для предпринимателей и для блогеров, и клиентская часть для регулирования отношений, или, проще говоря, сервис администрирования, админка. Плавное, перейдем к результатам. Проведя огромную работу по организации флоу-разработки, самой разработки, настройке серверов, пройдя огонь, воду и медные трубы в течение семестра, мы пришли к колоссальному результату, добились сотрудничества с крупной компанией, осознали, что наш продукт действительно актуален, важен и востребован. Именно поэтому мы не собираемся останавливаться на уже достигнутых целях и первым делом внедрим поиск блогеров по Инстаграму и Фейсбуку. Интегрируемся с Яндекс.Метрикой и Google Analytics для генерации более релевантных предложений рекламодателям. Однако у нас есть масштабный план по внедрению нашего продукта во все остальные сферы рекламы. Наша задача сделать так, чтобы рекламодатель полностью делегировал нам вопрос, связанный с рекламой своего бизнеса. В заключение представим нашу команду. Владислав занимался настройкой и разворачиванием серверов, написанием клиентской микросервисный компонент. Екатерина полностью занималась фронтендом, я же в свою очередь полностью занимался бэкэндом. Спасибо за внимание, ждем ваших вопросов. Всем привет, мы команда Smart Delivery и мы разработали сервис для оптимизации курьерских доставок. Согласно исследованиям, проведенным в книге «Геометрическое моделирование и оптимизация», применение современных вычислительных технологий в сфере доставки способно увеличить прибыль компании в среднем на 5%. Разные компании по-разному подходят к решению этой проблемы. Наше решение предназначено для компаний, которые используют свой парк курьеров, однако полагаются на сторонние сервисы для его автоматизации. Мы реализовали два приложения. Одно приложение для менеджеров и второе приложение для курьеров. Так как мы хотим сделать жизнь курьеров чуточку проще и сделать их чуточку счастливее, мы предоставляем им ежедневные маршрутные листы, в которых наглядно показано, как, куда и во сколько им ехать. Эти же маршрутные листы доступны для просмотра менеджерам. Это стало возможным благодаря тесной интеграции с сервисами Google, такими как Google Maps и Google Street View, а также с помощью использования интеллектуального эволюционного алгоритма для оптимизации маршрутов и распределения нагрузки между курьерами. Я хотел бы немного подробнее рассказать про этот алгоритм. Мы решили применять генетический алгоритм, который хорошо себя зарекомендовал при тестировании. И критериями отбора для маршрутов мы выбрали оптимизацию маршрутов по времени, который занимает весь маршрут, балансировка нагрузки между несколькими сотрудниками и попадание в времена доставки, удобные клиенту. Мы провели тестирование нескольких алгоритмов и выявили, что многокритериальный эволюционный алгоритм с эпсилоном доминированием показывает наилучшие результаты как по времени выполнения, так и по качеству выдаваемых маршрутов. На графиках это желтый цвет. Немного технической части. В качестве основного веб-фреймворка мы выбрали IceNet Core и дополнительно реализовали сервис, который выполняет генетический алгоритм оптимизации. Для этого мы использовали Java Framework, Moira Framework. Для хранения данных использовали базу данных PostgreSQL с модулем PostGIS для обработки географических данных. Оба приложения написаны под платформу Android с использованием языка Kotlin. И оба переиспользуют одну кодовую базу. Из библиотек, которые мы использовали наиболее активно, хочется выделить Dagger 2, а также некоторые графические библиотеки. Из ближайших планов на будущее у нас реализация веб-версии приложения для менеджеров, а также создание лендинга, то есть сайта-визитки. Меня зовут Максим, я занимался серверной частью, а мой коллега Андрей реализовал приложение под Android. Спасибо за внимание, будем рады вашим вопросам. Спасибо команде. Добрый день. Мы здесь для того, чтобы презентовать конструктор стикеров для там-там. Начать хочу с того, что мы выполнили поставленное техническое задание. Сразу может возникнуть вопрос, а зачем это может быть нужным? И вот зачем. Использование стикеров в данный момент очень популярно. Сейчас ими активно пользуются порядка 10% пользователей там-там. Но иногда случается так, что пользователь не может найти подходящий стикер для выражения его эмоций. Возможно, это случается из-за того, что в данный момент стикеры делают сотрудники компании, и им не всегда удается попасть в интересы конкретного пользователя. Поэтому мы решили предоставить возможность создавать стикеры на свой вкус, что может увеличить уровень счастья пользователя, а также его активность в приложении. Я знаю про стикеры все. Давайте я расскажу вам немного про них, а потом мы посмотрим на наш конструктор. Итак, что же такое стикер в там-там? Стикер в там-там представляет собой совокупность из анимации с заданными параметрами, а также витринного кадра, то есть картинки, которые пользователь видит в списке стикеров, и метаданных, а именно количество повторов, а также эмодзии и тегов, по которым можно найти стикер. Итак, давайте перейдем к технической части и посмотрим, что лежит у приложения под капотом. В основе нашего конструктора лежит концепция MVP. Также использовался паттерн Dependency Injection, а именно библиотека Dagger 2. Для удобной работы с DI в концепции MVP использовалась библиотека Martar, а для работы с экранами — библиотека Flow. Хранение состояния экранов конструктора осуществляется с помощью ORM GreenDAO. Собираем все грэдлом. Для воспроизведения видео используем Echo Player 2, а для воспроизведения формата GIF — Open Source библиотека. J-Codec служит для извлечения кадров из видео, а также для рендеринга. Баттернайт решает проблему boilerplate кода, а дебажили мы с помощью стеха. Руководитель проекта TamTam Владимир Кочетков видел приложение, и ему понравилось. Поэтому у нас сейчас следующие планы — выполнить интеграцию с TamTam и выпустить продукт на рынок, а также научиться автоматически распознавать образы для витринного кадра. наша команда Юрковский Александр занимался разработкой архитектуры и бэкэндом. И я, Медведев Михаил, на мне был UI и часть бэкэнда. В данном случае хочется заметить, что бэкэнд — это Android тоже, просто бизнес-логика и работа с рендерингом и так далее. И еще стикеры, которые вы видели в этой презентации, мы тоже делали с помощью нашего конструктора. На этом все. Спасибо за внимание. Будем готовы ответить на наши вопросы. Команда эти спамы из одноклассников поставила нам задачу снизить влияние средств блокировки ботов, такие как смс-валидации капча, для невинных пользователей. Мы все сталкивались с назойливой капчей. Почему такое происходит? Из-за низкой точности алгоритмов обнаружения ботов. Что еще боты могут вредного делать для нас? Они вносят искажения в нашу статистику, также излишне тратят ресурсы серверов и отправляют нежелательный контент нашим пользователям. Основными требованиями являются быстро и эффективно обнаружить бота до того, как он сделал что-то плохое. Поэтому мы построили наш прототип, используя весь Data Science одноклассников. Так как проблема обнаружения ботов в общем не нова, мы исследовали существующие подходы. И на основе анализа данных из популярных соцсетей мы выявили следующее. Во-первых, для многих ботов характерно то, что у них присутствуют аномалии в HTTP-заголовках. Также время между запросами, отправляемыми ботами, обычно имеют характерное распределение. И еще одной особенностью является то, что боты авторизируются в системе часто с разных IP-адресов, то есть потому что они используют прокси-сервера. Далее, чтобы посмотреть, как ситуация обстоит в одноклассниках, мы исследовали двух реальных спам-ботов. Первый из них – Gatecrashor. Он построен на основе реального браузера. И в качестве его особенности мы выявили то, что передвижение мыши и ввод символов с клавиатуры он выполняет практически моментально, что не характерно для реальных пользователей. Второй бот – BroBot. Он работает по-другому. Он не использует реальный браузер, а отправляет запросы напрямую. Поэтому он подгружает только HTML-страницы, игнорируя прочий контент-сайт, такой как изображение. Также в настройках данного бота присутствуют параметры по временной задержке между запросами. И пользователь бота, выставляя эти параметры, способен добиться только либо хаотичного распределения по времени между запросами, либо, наоборот, более равномерного распределения. Но ни первый, ни второй вариант, они не характерны для обычных пользователей. В одноклассниках хорошо развита инфраструктура работы с данными. Мы использовали Spark для сбора информации из ходу, и дальнейшей предобработки. Библиотеки Pandas и Scalern для быстрого проверки наших гипотез. Размеченные выборки тестовые помогли нам проверить многие подходы, и мы остановились на анализе временных рядов и распределении действий пользователей по времени. Стоит отдельно отметить, что в антиспайме на данный момент уже существует автоматизированная система обнаружения ботов, базирующаяся на некоторых простых эвристиках. Исходя из этого, перед нами была поставлена задача провести некоторый ресерч и проверить гипотезу, что машинное обучение вообще применимо для данной задачи, то есть что можно обучиться на некоторой выборке и давать релевантные прогнозы в будущем. Для обучения наших моделей нам был предоставлен анонимизированный датасет по ручной блокировке аккаунтов. В ходе нашего исследования мы строили различные классификаторы с различными параметрами и по разным данным. Мы рассмотрели линейные модели, деревья решений, композиционные алгоритмы и так далее. Для того, чтобы выбрать лучший алгоритм, необходимо уметь их сравнивать. Для этого существуют метрики качества, такие как точность и полнота. Полнота показывает нам, как много ботов из тестового датасета мы обнаружили, а точность говорит, сколько пользователей из тех, что мы классифицируем ботами, действительно являются ботами. Ну, собственно, на этом слайде вы можете видеть наши результаты. Также мы оценивали, как качество нашей модели меняется в зависимости от количества анализируемых пользователей. Мы построили кривые обучения, которые говорят нам о том, что наша модель имеет свойство обобщаемости, то есть будет давать результаты с похожей точностью и полнотой на других пользователях и в другие периоды времени. В дальнейшем мы собираемся предоставить наши результаты команде Syspama, и чтобы они реализовали наши значения для пользователей, как новую метрику для более детального анализа пользователей. Наша команда, меня зовут Никита, это Гриша. Мы занимались разработкой классификаторов. Гриша занимался тестированием классификаторов, я занимался сбором данных. Егор занимался предобработкой данных и выявлением новых подходов. Спасибо за внимание. Хотелось бы отдельно поблагодарить Технополис и нашего ментра Александра Сватикова за помощь. Спасибо, ждем ваших вопросов. Всем привет, мы команда Эхо Тусы, и сейчас мы вам расскажем про наше приложение для совместного прослушивания музыки. Представим гипотетическую ситуацию, когда команда или группа людей едет хорошо провести время, например, на шашлыки. Еще лучше, они уже туда доехали, и сейчас вот они вот-вот начнут веселиться. Веселиться, конечно, лучше с музыкой. Кто же веселится без нее? И тут возникает вопрос. Сейчас колонка одна, а все слушают разную музыку. Что же делать? Обычно это заканчивается либо дракой, либо спором, либо драмой, либо борьбой на выживание. Кто отнимет колонку первым? Неужели нет выхода из этой драматической ситуации? К счастью, выход есть. Мы умеем создавать групповые плейлисты, предоставляем к ним простой доступ через друзей ВКонтакте, а также даем вам возможность добавлять туда музыку и своих аудиозаписей ВКонтакте. Это позволит вам воспроизводить любую музыку, выбранную вами и вашими друзьями, на абсолютно любом устройстве, при учете, что это устройство на Андроиде. Сейчас мы продемонстрируем небольшой функционал нашего приложения. Параллельно вы можете посмотреть его на тестовых устройствах. Сейчас мы видим, как пользователь создает плейлист. Это первый пользователь, его зовут Декарт, и он любит Retrowave. Как мы видим, в плейлисте уже есть одна песня, потому что плейлист создавался из песни. Он добавил туда еще второй трек. Теперь врывается второй пользователь, его зовут Аполлон. Он находит в друзьях первого, видит его плейлист, заходит туда. Мы видим наши треки. Теперь он хочет добавить свои песни, выбирает их из поиска, добавил первую песню. Теперь он хочет добавить еще одну. Добавляет, но почему-то она ему не понравилась, он ее удалил. Теперь первый пользователь, то есть Декарт, обновляет свою страничку, видит трек от второго пользователя, его включает. И магия, он включается. И музыка играет. Таким образом мы решаем эту извеченную проблему. Чтобы доказать, что проигрывается не одна музыка, а все, мы сейчас еще переключим на другой трек. Как можно заметить, у нас два пользователя с разными вкусами, но мы смогли их помирить. Для создания нашего приложения мы использовали программирование Java. Для отправки сетевых запросов в ВКонтакте и на наш сервер мы использовали библиотеку Retrofit. На сервере мы используем Sleek для взаимодействия с базой данных, Spray для обработки сетевых запросов. В качестве СУБД мы выбрали PostgreSQL и язык разработки всей серверной части — это Scala. Все запросы на наш сервер проходят через Proxy, в качестве которого мы используем Nginx. Наиболее технической и сложной частью нашего проекта было получение непосредственно музыкальных файлов от ВКонтакте, поскольку его API сейчас закрыта. Значит, для того, чтобы решить эту проблему, мы испробовали несколько путей. Первый из путей был официальный. Мы попросили работников ВКонтакте предоставить нам доступ к музыкальному API. Я уверен, что вы лучше нас знаете причину, по которым нам отказали. Но, однако, это нас ни в коем случае не остановило. Второй способ, который мы выбрали, это Mimikrya под приложение, у которого есть доступ к музыке. С помощью реверс-инжиниринга, анализа сетевых пакетов и перехвата сетевого трафика мы сумели добиться аутентификации пользователя, получения его сообщений, друзей и многого другого. То есть Mimikrya, в принципе, удалась. Однако получение музыки непосредственно в этом приложении было защищено генерацией особенного токена. Токен генерировался удаленно и только для того приложения, которым мы, к сожалению, не являлись. Итоговый путь, по которому мы пошли, это Mimikrya под браузер. Здесь мы тоже просто использовали перехватчики сетевого трафика и анализаторы. И на данный момент мы имеем возможность скачивать любые музыкальные файлы из ВКонтакте без каких-либо ограничений. Самой сложной частью в данном решении была расшифровка алгоритма получения валидных ссылок на музыкальные файлы. У нашей команды, помимо нас в команде, еще были ребята из США. Они провели для нас небольшое исследование, которое показало, что мы очень несправедливо обделили пользователей iOS, потому что большинство пользователей именно iPhone. Как следствие, нашей приоритетной целью в дальнейшем будет разработка приложений под iOS. Также нам составили статистику по использованию сервисов прослушивания музыки. Как оказалось, наиболее популярный Apple Music на втором месте Spotify. Поэтому будем стараться сделать с ними интеграцию, чтобы люди могли добавлять свои любимые песни. К сожалению, ВКонтакте с Рубежом пользуются не таким большим спросом, поэтому мы также сделаем интеграцию с Facebook, чтобы люди могли находить своих друзей. На экране вы можете видеть американскую часть нашей команды. Сейчас она занимается разработкой логотипа и дизайна. Сейчас на экране, собственно, мы, Прокопчук Никита, капитан команды, разрабатывал мобильное приложение и сервер. Рогачев Семен занимался интеграцией с ВКонтакте и мобильным приложением. Я, Федора Варвара, также занималась сервером и мобильным приложением. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, мы с радостью на них ответим. Всем добрый день. Я из Санкт-Петербурга. В октябре я был в Москве и оказался на площади трех вокзалов за четыре часа до отправления поезда. Мне нужно было как-то провести свое время, и я не нашел ничего умнее, чем просто походить неподалеку от вокзала. Все же так делают. Но еще чаще возникает такая ситуация, что хочется погулять с своими друзьями, и в основном мы заходим в одни и те же места и ходим по одним и тем же улицам. А все почему? Потому что нам лень строить маршруты для своих прогулок, потому что мы боимся, что у нас будут разбегаться глаза от большого количества материала, и потому что сегодня, допустим, я могу захотеть пойти в одно место, а завтра могу захотеть пойти в другое. Все сервисы геолокации строят маршруты до какой-то конкретной точки. То есть получается, что сначала нужно найти место, куда я хочу попасть, и только затем проложить до него маршрут. Но если я хочу пройти через несколько мест, то мне нужно каждый раз искать себе место, куда я хочу попасть, и каждый раз строить маршрут заново. Мы с командой решили написать приложение Walkme, которое решает эту проблему простым для пользователя путем. Эта проблема решается в три шага. Первым шагом мы выбираем начальное место нашего маршрута. Вторым шагом мы выбираем категории, которые будут соответствовать нашим интересам. И третьим шагом мы из предложенных вариантов маршрутов строим тот маршрут, который будет нам наиболее интересен. Наш сервис обладает информацией о 26 тысячах мест, распределенных по Питеру и по Москве. И авторизация в нашем сервисе происходит через социальные сети Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук. С точки зрения архитектуры и используемых технологий, наш сервис представляет собой клиент-сервное приложение, клиентская часть которого написана на React Native, что позволяет нам иметь нативные Android и iOS приложения. Они уже доступны в App Store и в Google Play, их можно скачать, и находятся на тестовых телефонах у жюри. Серверная часть основана на Java фреймворке Netty. Для сбора информации о местах мы используем Node.js и информацию получаем из различных сервисов, но в основном это дубль GIS. Маршруты строим на сервере по OpenStreetMap картам, используя библиотеку GraphHoopers. Поскольку мы авторизуемся через социальные сети, то мы можем получить расширенную информацию о профиле пользователя. Это позволяет нам ее проанализировать и в дальнейшем строить маршруты таким образом, чтобы они были максимально интересны пользователю. Это у нас в планах, как и расширение списка городов к Чемпионату мира по футболу. Это наша команда. Я занимался проектированием, сбором данных с различных источников и мобильным приложением. Денис занимался бэкэндом, и Никита занимался алгоритмом построения маршрутов. Спасибо за внимание. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Всем привет. Мы команда YouTube Learning. И сейчас мы расскажем, как превратить любое YouTube-видео в урок по иностранному языку. Итак, разберемся, почему YouTube и зачем нам еще один сервис для изучения языка. Ну, во-первых, мы хотим учить актуальный и живой язык. А во-вторых, обучающий материал должен быть интересным и нравиться пользователям, чтобы совмещать приятное с полезным во время обучения. Такие сервисы, как Skyeng или другие, на которые, к сожалению, у меня нет денег, обладают ограниченным набором заранее заданных упражнений. Наш же сервис позволяет строить урок на основе вашего любимого видео на лету. Он анализирует субтитры, формирует обучающий текст и предоставляет его пользователю. А теперь перейдем к демонстрации, чтобы поскорее посмотреть, как это работает. Мы предполагаем, что систему можно использовать не только для самообучения, но и в школе в качестве развлекательного упражнения по аудированию или правописанию. Мы уже показали систему учителю английского языка школы 1494 и договорились о пробном уроке 24 мая. Как же работает наш сервис? Он состоит из двух частей фронтенда и бэкэнда. Фронтенда написана на языке JavaScript с использованием библиотеки React и Google Material UI для создания адаптивной верстки, чтобы нашим проектом можно было удобно пользоваться не только с компьютера, но и с телефона. На бэкэнде у нас питон с Django REST фреймворком и база хранится в Postgres SQL. Основным интересным моментом было взаимодействие с API YouTube для получения субтитров и формирования обучающего текста к уроку. В дальнейших планах у нас добавить еще парочку упражнений помимо ввода пропущенных слов, разработать полноценное мобильное приложение помимо мобильной версии сайта, разнообразить базу изучаемых языков сейчас доступен только английский и попытаться выйти на международный уровень. Нашу проекту представлял я, Буклин Сергей и мой коллега Якубов и Люксей. Спасибо за внимание, мы готовы ответить на ваши вопросы. Добрый день. Мы команда GameChain и мы сделали киберспорт доступным всем и каждому. Мы представляем безопасную платформу для создания киберспортивных состязаний и получения криптовалюты в случае выигрыша. Наш проект основан на технологии блокчейн и сейчас мы вам поясним почему. Блокчейн – это технология, которая позволяет консистентно хранить и обрабатывать данные в распределенной сети. Другими словами, все действия, которые совершает пользователь, распределяются равномерно на всю сеть. Блокчейн позволяет нам отойти от централизации, что делает систему более надежной и позволяет горизонтально масштабировать нашу платформу. Также мы можем увеличивать количество различных принципов работы наших дуэлей посредством написания новых смарт-контрактов. В качестве блокчейн-платформы мы выбрали EOS, которая максимально сопоставляется всем нашим требованиям. EOS – это блокчейн-платформа, способная исполнять смарт-контракты и поддерживающая тысячи транзакций в секунду. Как видно из сравнительной таблички, EOS сильно превосходит своих конкурентов по основным показателям. Например, минимальная задержка генерации блока полсекунды, а также отсутствие комиссии и быстродействие позволяет размыть границы между классическими приложениями и блокчейн-системой, что было огромной проблемой в подобных проектах ранее. А также мы показали наш проект эксперту в области блокчейн-технологий и получили хорошую рецензию. Теперь же рассмотрим нашу инфраструктуру. Основой нашей платформы является блокчейн. Именно с ним общаются почти все компоненты нашей системы. Доверенные пользователи, так называемые оракулы, подписываются на игровые события из API и генерируют необходимые транзакции. Также мы планируем, что пользователи будут общаться непосредственно с блокчейном, что значительно повысит безопасность нашей сети. Мы используем современные стек-технологии, которые позволяют нам решать как и технические задачи, так и задачи коммуникации. Основные языки программирования, которые мы используем, это C++, JavaScript и Golang. Храним данные мы в базах данных Postgres, SQL, MongoDB, Tarantul. И для внутренней взаимодействия команды используем Jira. И как Continuous Integration мы используем Jenkins. В данный момент приоритетным направлением разработки является подключение к проекту таких крупных игр, как Counter-Strike Global Offensive. Это позволит сразу привлечь широкую аудиторию пользователей, геймеров в наш проект. Также мы работаем над улучшением качества продукта, увеличением количества базовых контрактов, улучшением их возможностей. Proof of Concept показал, что будет удобно использовать мобильное приложение для взаимодействия с нашей системой, чтобы пользователь мог не отвлекаться от игры на компьютере во время взаимодействия. Мы разрабатывали наш проект совместно с американскими студентами. Это ребята Мэтт, Кен и Райан. Они помогли нам разработать интерфейс сайта, а также провели опрос среди нашей целевой аудитории у себя в Бостоне. С вами была команда GameChain. Я Алгиз-блокчейн-разработчик, Алексей наш бэкэндер и Сергей фронтэндер. Спасибо за внимание. Мы готовы выслушать ваши вопросы. Всем привет. Это команда AirQuest. И сегодня мы хотим показать наш проект, который позволяет вам проходить квесты с элементами дополненной реальности с привязкой к вашей геопозиции. Все поинт, как круто было, когда вышла Pokemon Go, а толпа людей носились за Пикачу, выбивали друг у друга стадионы, мерялись коллекциями. То есть тренд использования дополненной реальности оправдан. С другой стороны, сейчас довольно популярным развлечением является прохождение квестов реальности, когда вас запирают в комнате и вам нужно за какое-то время выбраться оттуда, либо спасти вселенную от взрыва и еще что-нибудь такое. Мы решили объединить эти два вида развлечения в своем приложении. То есть вы выходите из дома, берете телефон, запускаете… Дальше два варианта. Либо если вы хотите проходить квест, который привязан к определенному месту, то вы идете на это место, либо есть часть свободных квестов, которые можно проходить где угодно. И по ту сторону экрана от вас будут всякие духи, монстры Франкенштейна, крольки Баксбани и прочая нечисть. Вы с ними общаетесь, получаете предметы, в конце концов проходите квест и довольны идете домой. Перейдем к технологиям. Проект реализован в виде Android-приложения и состоит из двух частей. Первая часть — это ядро дополненной реальности, которое отвечает за отрисовку объектов до полной реальности их, расположение в пространстве, взаимодействие с ними и так далее. А вторая часть — это само Android-приложение. Для чистого кода мы используем библиотеки Butterknife и Dagger 2. О библиотеках до полной реальности вам расскажет Артем. В сердце нашего приложения находится библиотека от Google под названием AirCore, которая вышла из беты как раз в декабре этого года. Вернее, в январе. Изначально мы работали на чистом AirCore и всю обвязку делали самостоятельно. То есть там сцена, физика, коллизии и тому подобное. Но впоследствии решили отказаться от такого подхода в пользу Veracore, набирающего популярность движка для создания мобильных приложений до полной реальности. Собственно, на него переехали. Но поскольку движок тоже новый и пока что еще не до конца отработанный, делаем на нем, частично обходим баги, частично способствуем его развитию, ну как можем. В планах у нас, скорее всего, переехать на Unity, как на более зрелый движок. Затем там реализовать редактор квестов, чтобы не надо было редактировать сериализованный сценарий, как мы сейчас это делаем. И также добавить еще один способ взаимодействия с персонажами. Это диалоги, которые сейчас у нас все заскриптованы. И сейчас можно взаимодействовать только с помощью этих предметов, которые вы подбираете. Над проектом мы работали вдвоем. Клюкин Артем отвечает в проекте за дополную реальность. Меня зовут Крылов Сергей. Я отвечаю за Android-приложение. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Всем привет. Команда VK Places. Мы всей командой активно пользуемся ВКонтакте. Но мы считаем, что есть некоторые задачи, которые потенциально могут решаться через ВКонтакте, но, к сожалению, в данный момент не решаются. И для нас было большой честью создать продукт на базе ВКонтакте для решения ряда таких задач. Наверное, каждый был в такой ситуации, что все места, куда вы обычно ходите, вам надоели, и вам хочется найти новое интересное место. Либо вы приехали в новый город и не знаете, куда сходить там. При этом хочется попасть в красивый парк, а не на большую стройку в центре города. Ну или, может быть, вы просто хотите сделать классную фотографию, но не знаете, куда пойти, чтобы ее сделать. Что пользователи делают сейчас в таком случае? Мы провели опрос, и большая часть респондентов ответила, что они обращаются за советом к друзьям или знакомым. То есть пользователи хотят получить социальное подтверждение того, что место, куда они собираются пойти, хорошее от людей, которым они могут доверять. Существующие решения, среди которых Facebook, Places, Google, Places, Yelp и Foursquare, либо не популярны в России, либо такого социального подтверждения не дают. Пользователь не может посмотреть, куда ходят его друзья, непонятно, может ли он доверять отзыву, реален ли человек, оставивший данный отзыв. Что же мы предлагаем? Итак, наше решение основано на социальной сети, месячная аудитория которой 97 миллионов человек. Проблема внутреннего туризма также актуальна. Итак, наша база содержит 5000 мест в пока что 18 крупнейших городах России. Весь контент сгенерен реальными пользователями ВКонтакте. Также вы можете самостоятельно зайти на наш сайт, оставить там свою оценку и посмотреть, что думают об этом месте другие люди. Рассмотрим архитектуру, то есть то, что стоит за этим функционалом. Мы решили воспользоваться микросервисной архитектурой. Это позволило избежать привязок конкретному языку и делегировать каждому члену нашей команды конкретный кусок. Соответственно, фронт-энд сделан на реакте и редакте. Бэк-энд — это Java Spring в дом и Go. Каждый сервис обернут свой докер-контейнер, что делает нашу систему легкомасштабируемой и удобной для развертывания. Общаются сервисы на бэк-энде при помощи фреймворка gRPC. Также стоит отметить, что нам пришлось работать с API ВКонтакте. Это была отдельная задача. Как-то мы это дело решились, как-то с этим справились. Мы фильтруем контент, полученный из ВКонтакте, и кладем его в базу данных Postgres. У нас есть интересные идеи о том, как развивать этот проект, амбиции, но об этом расскажет Даниил. В будущем мы планируем добавить рекомендательную систему, которая значительно упростит процесс поиска интересных мест для конкретного пользователя. А также мы планируем проверить больше новых пользователей посредством интеграции с Facebook и Instagram. Кроме этого, мы хотим создать мобильное предложение под iOS и Android, что сделает наш сервис более удобным для использования мобильных устройств. Также во время работы над проектом мы сотрудничали с американскими студентами. Ими был проведен бизнес-анализ той функциональности, которая требуется нашему приложению, а также его тестирование. И наша команда — это два фуллстек-разработчика Рената и Олег, и я, Даниил, занимался обработкой данных, приходящих к нам из ВКонтакте. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Приветствую. Передо мной стояла задача приручить дракона и встроить его в прямые трансляции о Клайф. И мне это удалось. Позвольте рассказать, как именно. ОКлайф — это мобильное приложение, которое позволяет пользователям социальной сети «Одноклассники» делать прямые трансляции. В качестве развлекательного контента в ней есть различные маски, которые пользователь может на себя надеть. В команде видео посчитали, что в 2018 году этого мало. И мне была поставлена задача расширить данную функциональность, внедрив возможность добавления трехмерных объектов в видеопоток. Требования к заданию следующие. Это платформа iOS. Загрузка трехмерных объектов с покадровой анимацией, которую рисует дизайнер, должна производиться по сети. Необходимо использовать ARKit и низкоуровневую библиотеку OpenGL для отрисовки. Расскажу о технических особенностях. Формат моделей, который отдает дизайнер, оказался непригодный для работы с ним на мобильных устройствах. Поэтому было принято решение создать конвертер моделей из медленного игроводского формата в новый и быстрый легкий формат. Данное преобразование выполняется однократно, затем результат отправляется в хранилище удаленное и потом уже скачивается пользователем на мобильное устройство. Основная бизнес-логика iOS-приложения состоит из двух блоков. Первый блок — это блок отрисовки кадров видеопотока с камеры и отрисовки трехмерных объектов. Он реализован с помощью библиотеки OpenGL. В рендеринг-движке при отрисовке кадров с камеры видеопотока происходит преобразование кадров в формат готовый к отрисовке. При отрисовке трехмерных объектов учитывается освещение. Другой блок — это обнаружение поверхностей, отслеживание объектов в пространстве и расчет фонового освещения. Данный блок основан на библиотеке ARKit. Как все работает? Сначала объект загружается из модели в движок отрисовки. Затем в него же поступают кадры с камеры и данные с блока обработки изображений. И после всего этого мы видим результат на экране. Языки программирования, использованные в данном проекте, следующие. Это C++ для утилиты по преобразованию моделей в новый формат. C++ в рендеринг-движке iOS-приложения и Objective-C, Objective-C++ в остальных частях iOS-приложения. В данный момент продемонстрированные функциональности уже внедряются в OakLife, поэтому в самые ближайшие планы входит выпуск в App Store приложения OakLife, в котором AR-функциональность уже внедрена. Также входит в планы масштабирования этого на Android. более продвинутая модель освещения, тени. И есть некоторые планы, о которых я вам не могу рассказать. На данном слайде вы можете увидеть рецензию моего руководителя, техлида команды видео. По его мнению, задача была выполнена. Наша команда, это я, Антон Ламтев. Хочу выразить благодарность своему наставнику Алексею Никитину. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Всем привет. Мы команда Smart Widget. И сегодня мы бы хотели представить свой продукт. Многие владельцы интернет-ресурсов заинтересованы в удобном и простом расширении функционала своего сайта. Для этого, например, владельцы интернет-магазинов хотят просто и удобно раздавать своим клиентам скидочный купон и подарки. А владельцы блогов хотят собирать статистику и обратную связь о своем контенте от пользователей. Эти задачи решает наш проект. Но многие пользователи считают, что сайт с виджетами должен выглядеть приблизительно так. Наши виджеты гораздо красивее и функциональнее. На данный момент мы предоставляем пользователям пять виджетов. Это колесо для раздачи промокодов и купонов на скидку, обратный звонок и чат для общения с клиентами, а также опрос и обратная связь для получения их мнения. В чем же наше преимущество? Во-первых, это простота. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов. Зарегистрироваться, создать и настроить виджет, добавить всего одну строчку кода к себе на сайт, и после этого ваши клиенты увидят виджет на вашей странице. Второе важное преимущество – это широкие возможности для конфигурации. Вы легко сможете адаптировать виджет под свои нужды и вписать его в интерфейс вашего сайта. Для некоторых виджетов доступна панель администратора, с помощью которой вы сможете взаимодействовать с клиентами и читать их отзывы. Мы собираем аналитику для каждого из виджетов, так что вы в любой момент сможете оценить их эффективность. Теперь же посмотрим, что у него скрыто под капотом. Технологии, которые мы использовали в разработке нашего проекта, представлены на этом слайде. Это популярный язык Go на бэкэнде и фреймворк Echo. На фронтэнде это Vue.js. И для всего проекта в целом мы использовали Docker и Postgre в качестве базы данных. Положительную рецензию на наш проект нам дал один из специалистов Mail.ru Group. Наш проект использует микросервисную архитектуру. Это означает, что у нас есть один главный сервис, который реализует функционал хранения пользовательских данных и авторизации. Также для каждого виджета разработан собственный микросервис, который решает специфические для этого виджета задачи. Например, микросервис для чата занимается пересылкой сообщений. Такое решение позволит нам в будущем привлекать к созданию виджетов сторонних разработчиков, причем делать это они смогут на разных языках. И напоследок. Наша команда. Меня зовут Вячеслав. Я отвечал в проекте за бэкэнд. А это мои коллеги Сергей, который также занимался серверной частью, и Александр, который отвечал за фронтэнд. На этом все. Спасибо за внимание. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Мы создали Event Horizon, сервис персональных рекомендаций и музыкальных событий. Проблема. Идешь по городу, видишь афишу концерта, думаешь, я бы с радостью сходил. Смотришь на дату, концерт уже прошел, настроение испорчено. Чтобы такого не повторилось, заходишь, например, на кассиру, хочешь заранее купить билет, тебе предлагают какую-то дичь. Другая проблема. Знаешь, на что хочешь сходить, а с кем не знаешь. Мне знакома такая проблема. Вот с Редулией Шишковой тоже знакома такая проблема. Может, можно как-то помочь мне решить эту проблему? Что, если бы было приложение, которое знает о том, какую музыку я слушаю и на основе моих предпочтений предлагает мне интересные концерты? Например, у меня могут быть аудиозаписи в Одноклассниках. Можно с моего разрешения собрать эту информацию? Можно. И мы получили доступ к закрытому музыкальному API Одноклассников, чтобы узнавать о предпочтениях пользователя. Предпочитаю аудио ВКонтакте или, может, состою в группе любимого исполнителя или состою в встречах его концертов. Можно узнать и эту информацию. Для этого мы используем открытый API-групп и договорились с коллегами из ВКонтакте о получении доступа к закрытому API-музыке. Для пользователей Facebook мы реализовали техническую интеграцию, которая позволяет узнавать о том, каких артистам ставил лайк пользователь Facebook. И также реализовали интеграцию с Twitter. Данные социальных сетей это хорошо, но многие пользователи слушают музыку со своих мобильных устройств. И собрать эти данные гораздо сложнее. Мы пошли дальше и научились узнавать о том, какую музыку пользователь слушает на своем смартфоне в iTunes или Apple Music. А для пользователей Android научились узнавать о том, какая музыка хранится у него на телефоне. Итак, имея такое количество источников, мы довольно много знаем о музыкальных предпочтениях пользователя, но чтобы предлагать ему концерты, нужно о них знать. И мы научились собирать информацию о грядущих событиях с кассир.ру и Яндекс.Афиши. Итак, мы знаем о музыкальных предпочтениях пользователя, знаем о грядущих событиях, мы объединяем эти данные и предлагаем пользователю персональную ленту событий, которые он может посмотреть в нашем приложении на iOS или Android, а также веб-версии. Так как же это работает? В Одноклассниках я слушаю группу Калео, а в Афише есть концерт с упоминанием этой группы. Из названия песни и события мы определяем потенциальные имена исполнителей. И используя Дискокс, одну из крупнейших баз данных музыкальных исполнителей, мы можем определить, какой же исполнитель присутствует в конкретной песне и какой исполнитель присутствует в конкретном мероприятии. В результате нам остается только сопоставить пользователя и события. Локальная библиотека пользователей на телефоне, социальная сеть, содержащая композиция этого исполнителя, а также реакция друзей может повлиять на итоговый вес события, что в итоге отродится на итоговом списке. В итоге мы получаем готовый список событий для конкретного пользователя. Изначально мы хотели, чтобы мы могли получать как можно больше информации с различных источников. Для этого мы выбрали веб-технологии с нативной обвязкой для переиспользования между платформами. Однако в итоге iOS нам пришлось реализовать нативными способами. Испа мы реализовали с помощью фреймворка Vue.js, который общается с нашим API через Nginx. На бэкэнде мы используем Spring, который получает информацию из различных источников пользователей. Мероприятие мы получаем с помощью библиотеки по 5-дляной JS, которую затем обрабатываем на языке Go. В подкрысе мы храним нужную нам часть дискокса, и для диплоя мы используем Docker. Перспективы, которые мы видим. Интеграция в ленту в одноклассников. Например, показывать пользустью интересный ему концерт с возможностью приобретения билета на него, а также создание моментального чата для того, чтобы позвать друзей и решить, сходить на него или нет. Service также масштабируется на кинофильмы, а также различные спортивные мероприятия. Обратная связь, которую мы получили. Менеджеры проектов одноклассников выразили заинтересованность и готовность интегрироваться в социальную сеть. Большое спасибо всем людям, которые нашли время, чтобы нам помочь. Команда Event Horizon мы будем рады ответить на ваши вопросы. Всем привет! Мы команда VKDisk и сегодня мы хотим продемонстрировать веб-андроид-приложение, реализующее работу с документами и социальной сети ВКонтакте. Вопрос, о чем это приложение? На секунду представьте, что вы студент. Когда-то давным-давно вам скинули учебник каким-то образом, вы не помните как. Возможно, вы даже сами себе отправили этот учебник, но найти уже невозможно его. И мы задались вопросом, может, стоит сделать какое-то приложение? С этим вопросом, с этой целью мы опросили 150 студентов из 6 различных вузов, таких как МГУ, МФТИ, Бауманка, Высшая школа экономики. А фокус-группой, на которой мы проводили тестирование итогового нашего приложения, являлись 20 школьников из вечерней физико-технической школы. Теперь немножко о технологиях, которые мы применили в нашем приложении. Наше приложение это полноценная рестопия. В качестве клиента в нем выступает веб-приложение, использующие технологии React, Redux и Android-приложение. В качестве бэкэн-сервера мы используем Django, в качестве фронт-сервера Nginx. Для работы с документами ВК мы используем специальный парсер на основе Redis и Celery. Также в нашем приложении реализован полноценный плантекстовый поиск на основе Elasticsearch. В качестве нейронной сети была взята готовая нейронная сеть Google Inception и обучена на 200 мегабайтах данных. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и хотели бы улучшить наше приложение, основываясь в первую очередь на комментариях наших пользователей. Вначале мы бы хотели получать информацию из ссылок, которые посылаются в сообщениях. Затем мы бы хотели синхронизироваться с каким-то из файловых облачных сервисов, например, облако Mail.ru и решить с помощью него проблему ВК по пересылке файлов больше 100 мегабайт. Также хотелось бы отметить вклад наших американских коллег. Они были нашими тестировщиками и делали скетчи для мобильной версии. В конце хотелось бы представить нашу команду. Владимир, он, к сожалению, сейчас на за счете не смог присутствовать на защите. Он занимался выкаткой на сервер, а также работой с ВК API. Я, Константин, в основном занимался Android-версией нашего приложения и REST API для бэкэнда. Иван, фулсток-разработчик, он приложил руку ко всем частям нашего приложения. И Алексей, который занимался полнотекстовым поиском и машинным обучением. Всем спасибо большое за внимание. Мы ждем ваших вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ